Когда вы не поздравили, что вы мне сказали? Я ему сказала, что я дождусь. Сильные, красивые и настоящие в кителях своих любимых. Жены героев собрались вместе, чтобы каждый мог увидеть за спиной у защитников Отечества надежный тыл. Когда муж был дома, кажется, вся забота о доме была на нем. Он уехал, и было первое время очень тяжело. А сейчас я стала сильнее и морально, и, наверное, тоже физически. Фотопроект стартовал в Самаре. Владимир Путин одобрил идею. Ее поддержали по всей России. Супруга мобилизованного Вера даже не думала, что станет не только участницей, но и организатором. Она специально приехала в Тобольске, Тюмени, чтобы и наши женщины смогли поучаствовать в акции. Мы обратились в группу Самары, обратились к тюменским организаторам. Нам подтвердили, что организаторов в Тобольске такого проекта нет. Но и мы приняли решение, что мы готовы. У Елены мужа мобилизовали осенью. Вместе с ней защитника дома ждут трое детей. Но даже в короткие промежутки отдыха от повседневных забот Елена отказывается оставаться наедине с мыслями и ожиданием. Вместе с Верой окунулась в поиски единомышленников и участниц. Мы написали Сергею, Константину. Они оба с радостью откликнулись. Сергей предоставил нам фотостудию для съемок. Визажисты, парикмахеры все на благотворительной основе, видеограф все помогают. Люди с радостью участвуют, хотят быть причастными. Хотят свою поддержку и помощь также и нам оказать, и мужчинам нашим, которые находятся в зоне проведения спецоперации. На хрупкие плечи, накинув китель, 18 табалячек решили показать, что в их семье мужчина – герой и защитник. Дочь вообще, когда провожала, ей вот три годика, получается, четыре вот исполнилось, она думала, что папа на рыбалку поехал. Потому что он был в своем форме, как всегда, на охоту, на рыбалку. И вот она подумала, что на рыбалку. Ну и как бы время шло, разговоры слышат, как бы на усмотала, и потом сама сказала, я дочь героя. Жены, матери и дети. Тех, кто сейчас участвует в спецоперации, стараются вместе переживать события. Объединяются, помогают друг другу делом, советом, отправляют на фронт посылки, пишут письма. И, конечно, терпеливо ждут своих мужчин. Домой с победой. Все мужчины обязательно вернутся. Нужно верить, молиться, надеяться и ждать. Все обязательно будет хорошо. Наши мужчины храбрые, мужественные. В них сила. Победа будет за нами. Юлия Савиных, Рустам Рузей. Тобольское время.